Девочка-пай 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 Всем привет, друзья! И сегодня на нашем канале очень необычный обзор. В интернете не было ни одного обзора по детскому стулу Chica Poly Magic Relax. Это, как я понимаю, новая модель. Я не совсем четко в этом разбираюсь, но хотел бы рассказать вам именно свое мнение по этому поводу. Давайте его рассмотрим, соберем, разберем, посмотрим, как он двигается, что в нем работает, что не работает и, возможно, составите вы свое мнение, я свое мнение. У нас это уже второй стул. Первый был PEC Perego Tatami. Он был, в принципе, очень похожий на этот, но вот этот верх, он еще качался и ножки раскладывались по-другому. В принципе, очень удобный стул, но достаточно тяжелый, прочный. И, естественно, по деньгам, если этот стоит в районе где-то 12 тысяч, то тот стоит уже сейчас в районе где-то 18-20 тысяч. Это, как бы, большая разница для многих людей. Итак, это типа итальянская фирма Chica, но на самом деле, как я понял, почитав в интернете, на самом деле ее делают, естественно, в Китае, как и все остальное. Идет она вот в таком комплекте. То есть это все, что было. Вот оно все навесное, все висит вот таким вот образом. То есть, в принципе, он не падает, но и стоять посередине комнаты тоже не стоит, потому что, естественно, ребенок пробежит. Если у вас, например, двое детей, как у нас, пробежит, столкнет, все это дело навернется 100%. Поэтому на это рассчитывать не стоит. Итак, давайте начнем со столика. Да, это самый, наверное, простой вариант. Так, все, стоит. Вытаскиваем вот таким вот образом, нажимаете на кнопочку, все, он отпадает. Вот эта вот штука, которая находится между ног, чтобы ребенок не съехал, она, к сожалению, не снимается, но она установлена именно на столике, а не на самом кресле, как, например, было в татаме. И проблема была в том, что, когда ребенок ест, у нее, естественно, все падает, и, ну, это нормально, да, и, соответственно, все падало туда, и там было такое крепление, что, в общем, очень неудобно было все это дело чистить. Цепляется оно вначале, мне показалось, что это просто ужасно, потому что вот оно висит здесь, и непонятно как. А на самом деле все гораздо проще. Здесь есть вот такие штуки, грубо говоря, это не нужно вот так вот сверху делать, чтобы она съезжала, а нужно просто вот так. Вот. На самом деле все очень просто. Она прилипает быстро, но желательно это делать не на сложенном стуле, потому что, ну, грубо говоря, он уже у вас навернется. А на открытом варианте, то есть, ну, распакованном, столик, соответственно, верхняя часть снимается, чтобы вы могли помыть. Дальше идут крепления, то есть ребенок приклеен к креслу намертво. Давайте посмотрим, как оно раскладывается. Все, на самом деле, очень легко и просто. Перед тем, как его разложить, хочу вам показать один косяк, который я реально вот просто для меня как бы не очень удобный. А стул, соответственно, поднимается, да, он выше-ниже поднимается, это все нормально. Вот здесь вот находится ручка, за которую как раз-таки вы поднимаете кресло. Но, когда она в сложенном состоянии, за эту ручку так и хочется взять, чтобы его отнести, ну, либо откатить, либо отнести. Но это у вас не получится, потому что, как вы только его возьмете, она у вас сразу поедет наверх. То есть, это не вариант. Нужно брать вот за эти места, и как бы они такие неудобные, ну, не то, что они неудобные, а какие-то непривычные. В общем, как-то это не совсем нормально выглядит. Дальше. Раскладывается он, естественно, элементарно. Нажали кнопочки. Все. Стул разложен. Он на колесиках. Вес данного стула 10 килограмм. Смотрите. Передняя часть все сделано вот на таких кнопочках. То есть, да, вы открыли. Соответственно, для ножки. Так, вот эта вот она крепится достаточно крепко. И вот таким вот образом. То есть, ее нужно вот так сгибать. И вы можете вешать ее на разные уровни, да, вплоть вот, наверное, вот этот самый маленький вариант. Так сказать, для маленьких. Эта штука работает, ну, достаточно, в принципе, нормально. Никаких таких претензий нет. А пластик, я бы не сказал, чтобы он суперпрочный был. Ну, достаточно приличный. Дальше открываются, соответственно, ручки. Так, они, по-моему, да, в одном положении. То есть, они либо так, либо внизу, если вы просто с ребенком играете. Дальше, смотрите. Вот эта штука, она на самом деле снимается, да, если она вдруг вам не нужна. Но вот прежде, чем разложить, я советую сделать вот так вот. И дальше уже поднять стул. Стул поднимается достаточно прилично. Он, ну, правда, удобно в этом плане. Дальше он раскладывается вот таким вот образом, чтобы ребенок мог лежать. Соответственно, на вот эту часть вы поднимаете. Это, если вам не нужна, вы снимаете. Так, тут находится эко-кожа. Сейчас я вам все это подробнее покажу. Внизу находится эко-кожа, чтобы вы могли, естественно, его мыть без всяких проблем. А сверху идет вот такая вот складка. То есть, вот этот вариант, как утверждает производитель, зимний. Соответственно, если вы выворачиваете на этот вариант, это летний. Он такой проветриваемый. Дальше идут ремни, крепления. То есть, крепится ребенок, можно сказать, мертво. Здесь никак ничего не оторвется. Возможно, немного запутанно, но, в принципе, разобраться легко. Самое главное, чтобы он не вылез. То есть, как в Формула-1. Да, кстати, здесь вот видите, значок, как раз зима-лето. Все видно, как его переворачивать. Дальше, естественно, вверх снимается элементарно. Вы можете все мыть, все пластиковое. Вы можете чуть ли не все кресло, по-моему, под воду засовывать. Оно на колесах, оно ездит. Дальше. Столик вы всегда можете вытащить. Поставить его, по-моему, вообще любым способом. Тут много разных возможностей, куда его двигать. А самое, что интересно, на коробке и вот здесь вот на самом столике, я вам покажу. Здесь идет штрих-код, по которому вы можете скачать нормальное описание, как им пользоваться, всю инструкцию в картинках. Потому что то, что дается в комплекте, это на самом деле полная ерунда и очень неудобно. Там две картинки и все. Когда вы засовываете, видите, столик в распечатанном состоянии, то есть в раскрытом кресле, очень удобно. Эта штука тоже дается как бы по умолчанию. Когда ваш ребенок, соответственно, лежит, он может играть. Все эти игрушки, все подарки даются тоже в комплекте. По поводу хлипкости. Ну, что-то сказать. На самом деле оно не такое прочное, как кажется. Ну, вот видите, да, как бы оно немного гуляет. То есть, в принципе, в каждом кресле можно найти свои косяки, свои минусы. Но, в общем, я думаю, оно должно продержаться хотя бы какое-то время. То есть, чтобы вам его сложить, получается, можно вот эту штуку убрать. Кресло поднять на самый верх. Закрыть эти штуки. Опустить ручки. Ну, я думаю, ручки вы будете устанавливать только, когда ребенок будет есть. Кресло они просят опустить его в самый низ. Почему вот эти кнопки находятся тоже сзади, непонятно. Но когда ты подходишь сзади и поднимаешь, это очень удобно. То есть, нет никаких проблем. Итак, дальше вот таким способом делаете чпок. Смотрите, ногой помогаете себе. То есть, она здесь закладывается. И вот эти колесики, обратите внимание, да, они должны повернуться вот в эту сторону. То есть, как только они поворачиваются, оно встает ровно. Я вот очень долго понять не мог, каким образом его складывать, потому что, когда его складываешь, оно валилось вперед. А тут, на самом деле, все гораздо проще. То есть, вы его повернули, и колеса стоят, они немного стоят туда криво. То есть, когда они в эту сторону, оно приподнимается. Когда они в ту сторону, оно опускается. То есть, и вот оно стоит, грубо говоря, в его узеле. К стенке поставили. Соответственно, на каждом колесе здесь, ну, спереди, у них есть стопор. То есть, да, если вдруг ваш ребенок может куда-то уехать, вы можете в этом плане не переживать. Все остальное. Ну, естественно, пластик, наверное, экологически чистый, насколько я думаю. А по поводу сравнения, если сравнивать с Пикперега Татами, просто у нас уже, как бы, сын вырос в одном кресле, а вот сейчас для дочки купили, решили вот это. Оно более компактное. Ну, как нам казалось, что оно более компактное, на самом деле, не такое уж оно и компактное, как кажется. Ну, вы сами, да, видите. Не такое уж оно и маленькое. Дальше. Ремни, кстати, они могут меняться. И если сравнивать с тем креслом, то, наверное, ну, качалка, естественно, плюс огромный в том кресле, то, что оно качается, когда раскладывается. Колеса, ну, реально гораздо тяжелее, чем это кресло. То есть, это однозначно тяжелее. Стоит оно, наверное, ну, поустойчивее, чем это. Это когда в сложенном состоянии. Ну, в принципе, если вы это куда-то будете ставить к стенке или еще куда-то, то это, я думаю, тоже не проблема. Тем более, если вы, допустим, вот так вот сделаете, то перевес будет больше сюда, оно будет гораздо устойчивее. Но запомните, вот за эту штуку поднимать нельзя. Хотя, ну, очень хочется. Так, что еще? А я, конечно, не эксперт в этих делах. И понятия не имею. Это моя такая вторая возможность попробовать, пощупать. Вот именно поиспользовать. То есть, да, я не говорю вам про то, что я вот его взял на обзор и все. То есть, да, мы его намерены использовать. Не знаю, вот сейчас жена думает, нравится, не нравится, на самом деле. Да, потому что магазин сказали, что можно в любой момент уменять. Но, в принципе, я думаю, что в районе, там, не знаю, 10-12 тысяч ничего такого другого вы не найдете. Если вам нужно от ноля, я повторяю. То есть, чтобы она раскладывалась до лежачего состояния, чтобы вы могли маленького ребенка поставить к любому столу, я не знаю, там, кушать, чай, пить, и он лежал с вами, то вы, наверное, не найдете. Потому что они либо тот же Пирего без колес, он чуть дешевле, либо другие модели, они гораздо дороже. Что еще? А выдерживает она вес ребенка 15 килограмм. То есть, это от нуля до трех лет, либо, ну, соответственно, от начального веса ребенка до 15 килограмм. Все удобно. Везде вот лейблы, где написано, что Майдан Инчайна. Дочке понравилось, она все крутила, вертела. Если вдруг вам эта штука не нужна, вы ее можете всегда снять, это не проблема. Ну, и надпись Майдан Интали. Звучит, конечно, хорошо, но Майдан Инчайна. Имейте в виду, да, у вас не итальянское кресло, а все-таки китайское. Так же, как и iPhone и все остальное. Но это нормально. В этом нет никаких проблем. Так что, все, смотрите, выбирайте. Я думаю, вам этот обзор... Я надеюсь, что вам этот обзор понравится. Потому что мы, на самом деле, когда покупали, мы видели только обзор самой компании Chico. И у них это прям вот все так легко и просто соединяется, собирается. И оно стоит прям идеально. Хотя прям колеса чуть ли не в экран уходят. Ну, вот как бы первое такое ощущение. В принципе, положительное, я думаю. Кому как, конечно. Но у нас двоякое впечатление. В общем, есть и косяки, и плюсы. Но, в принципе, кресло нормальное. Надеюсь, вы решите для себя сами. И вам поможет этот обзор выбрать. Все. Всем удачи. Всем спасибо. С вами, как всегда, Макс. Это канал Шестеренка. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok